Ребенку вообще не принципиально, где заниматься, ему главное заниматься. А для мам ребенка Екатерины это вопрос принципиальный. Как и другие родители, последний год она возит своего маленького хоккеиста на единственную оставшуюся ледовую площадку на другом конце города. Когда началась школа, пошли в первый класс, это стало невозможным. Я понимаю тех людей, которые годами ездили оттуда сюда, но мы территориально здесь жили, нам здесь было удобно ходить. В связи с этим мой ребенок уже больше хоккеем не занимается. Хотя каждый день дома он с клюшкой бегает. Полгода назад дворец спорта пришел в частные руки. Новый хозяин взялся за реконструкцию. Хоккеистов приютили в Ледовом дворце Карандин-арена. И если ничего не изменится, говорит директор детско-юношеской школы Алтай Павел Еремеев, через несколько лет юные хоккеисты будут в дефиците. На набор приходит не 60 детей, а 30. Сказывается отдаленность базы, к тому же лед делят 400 воспитанников школы, профессиональные хоккеисты и любители. В первую очередь занятия мы выставляем с обеда. А 13 групп с двух часов до 9 вечера мы просто сюда помещаем. В старом дворце спорта в школу находилась там одна. Плюс в инфраструкции у нас были развивалки, у нас был тренажерный игровой зал. И по времени было, конечно, удобнее, чем здесь. Но опять же за счет того, что здесь большая плотность. Кто вернется в дворец спорта и вернется ли в Министерстве спорта, пока тоже сказать не могут. Главная команда, со слов собственника, ворачивается в Титов-арену. Остальные года будем обсуждать в диалоге в зависимости от загруженности самого объекта. То есть, с одной стороны, бизнес, с другой – развитие хоккея, на который сейчас в крае делают ставку. И при всем при этом родители хоккеистов и фигуристов понимают владельцев дворца спорта. И чтобы пускать под свою крышу, он будет тех, кто ему выгоден. И вся эта ситуация заставляет их еще раз задуматься. Где Ледовая арена? Обещанная краем с 2011 года. Строительство Ледовой арены Алтай в этом году вновь не начнется. В Министерстве спорта пояснили, что сейчас проект на госэкспертизе. Зато в следующем году на работу уже заложены первые 100 миллионов. Примерные сроки возведения – 5 лет. Остается надеяться, что хоккеисты дождутся. При первой возможности покинет Барнаул и Алтай. Да? Да. А потому что условий здесь для этого нет. Развиваться некуда совершенно. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.